ГИБДД планирует серьёзно ужесточить борьбу с продажей диагностических карт. Выявлять автомобили с поддельным техосмотром должны камера фото и видеофиксации. В том, что сейчас можно купить документы, даже для автохлама, убедилась Дарья Окунева. Символ шальных денег и любимец братков. На таком разъезжали герои самого известного сериала об ОПГ. Мерседес 93-го года. Доживает последние дни. Мерин стал динозавром, за рулём которого просто страшно. Тут даже есть место для свечки. Которую могут мне поставить, если я сяду за руль этой машины. 400 тысяч километров пробега. Слепой на одну фару с оторванным бампером, убитой подвеской и стёртыми колодками. Звезду 90-х уже и не завести. Толкаем дружно, мужики. Очевидно, пройти техосмотр такая машина не может. Но по бумагам пройдёт. Диагностическую карту готова выдать по первому же звонку. А вы не будете разве осматривать эту машину? Нет, без осмотра. А, то есть сразу готова? Да. А сколько это стоит? Тысячу рублей. Тысячу рублей? Ну там вообще без проблем? Да, она будет в базе официально проверять. Соглашаемся на сделку и, получив карту, проверяем её на подлинность в ближайшем страховом офисе. Диагностическая карта в базе есть. Стоит дата, по какой она действует. Соответственно, я могу оформить страховку клиенту. А раз есть ОСАГО, значит, на ржавом Мерседесе можно выезжать в город. Делать этого Богдана, разумеется, не будет. Уходит строго на запчасти. Но скольким реально опасным машинам диагностические карты уже проданы? Я просто зарабатываю деньги. И всё, да? Да. И вас не беспокоит, что могут пострадать люди на улице, да, вот из-за таких, как вы? Возможно, может быть, это и плохо. Настоящий техосмотр, который стоит, к слову, всего 700 рублей, должен выглядеть так. Машину поднимают и проверяют рулевую подвеску, тормозные шланги и колодки, состояние шин. На специальном приборе смотрят, синхронно ли тормозят колёса. Оценивают яркость и направленность фар. Под капотом ищут протечки. Если хоть одна из систем неисправна, это может привести к ДТП. Но о своей безопасности водители почему-то не думают. Пункты, настоящие пункты технического осмотра, оснащённые дорогим оборудованием, с обученным, квалифицированным персоналом, простаивают. Машин практически нет. Вот и подрабатывают некоторые станции, продавая карты вслепую. Этим же занимаются люди, вообще не имеющие отношения к автомобилям. Диагностические карты могут выдавать госакредитовые учреждения на выдачу, на прохождение техосмотра. Но у них есть электронные подписи, у них есть электронные ключи. Но их, к несчастью, просто взламывают. Можно изменить технические настройки базы данных, пройти с контрольными закупками по недобросовестным техцентрам и хотя бы на время решить проблему, на которую почему-то никто не обращает внимания. Хотя статистика смертельных аварий, когда машины буквально разваливаются на куски прямо на трассе, неуклонно растёт. Дарья Окунева, Егор Вожлецов, Екатерина Черушева. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok